Он называется «Рост атомарно-гладких слоев из углеродного пара по механизму пар жидких кристаллов». Докладчик Андрей Юрьевич Башалин. Это Объединенный институт высоких императур РАД Москва. Он был посвящен такой экзотической вещи, как жидкий углерод. Я достаточно давно им занимаюсь и сначала исследовал свойства температуры плавления, давления в тройной точке, о чем я здесь буду говорить. Но всегда меня занимал вопрос, нельзя ли получить что-то полезное. При кристаллизации жидкого углерода, вы с самого сего отец сидите, что ни одной структуры невозможно назвать, которая бы получена была такими традиционными методами для металла, разве как переплав, разливка в какие-то формочки, или закалка в медостабильный фаз при быстром охлаждении, вытянуть монокристаллы. И ничего этого для графита и углерода нет. А, видимо, есть, возможно, их получить. Меня очень оборудовала вся графитная история, потому что там речь идет, если жидкий углерод, возможно получить очень короткое время, какие-то секунды в экстремальных условиях, и в малых очень количествах. И вот эта ситуация с графином, она сразу, значит, стыгнула, то, что надо искать на новом уровне. А тут уже получили освещенные атомно-силовые микроскопии, просвечивающие, она стала доступна, моделирование методами муникулярной механики, динамики. И это все, значит, вот, как бы, целевой такой единый узел. И в результате, значит, вот, возникла, так сказать, работа. Значит, на первом этапе мы показали, что медостабильные фазы могут быть получены, карбин, алмаз при быстрой закалке жидкого углерода. А здесь речь идет о том, что при работе вблизи первой коронной точки можно получать атомно-гладкие слои. И вот эта ситуация сравнивается со случаем, когда ОСПА находится при условиях ниже коронной точки. То есть, как вы понимаете, это деятельность не химического плана, а, так сказать, чисто терминамической. Значит, ну, что с тем более, о чем речь? Вот, так сказать, лазерный импульс, попадая через окно в некую камеру, холк, штука, реализированный графит, испаряется. И поскольку давление, так сказать, приличное, там на очень сотни атмосфер, возникает обратный поток пара, который дает некие структуры осаждения на, значит, вот этот переграфистский, собственно, откуда он улетел. Ну и вот дальше удаление в камере, оно может, так сказать, быть как выше, так и ниже коронной точки. Вот интересно сравнить эти две ситуации. Ну, собственно говоря, план выступлений, я уже практически в обведении все это рассказал. Единственное, что здесь еще будет такая тема, значит, какие у нас получили карбит Бора с Вавоськи, заключенный из графина практически, с графит, с карбитом Бора, так сказать, Вавоськи. Ну, вот, значит, нашел я фазовую диаграмму природы. Значит, у него две треиальные точки. Я думаю, что, на самом деле, если спросить обычного человека, он скажет, что графит не курается. Поэтому вот я, как бы, ну, еще раз вот Кузнецов показывал, я еще раз покажу. Значит, вот у него есть первая треальная точка, значит, мы вот получили вот эту точку, я об этом подробно расскажу. Это примерно 100 атмосфер, 107 атмосфер. И такая, достаточно высоких температур, 4-800 кельдин. Есть треальная точка, то есть вот эта область жидкости. Вот эта вторая треальная точка называется точкой графит, жидкий углерод, алмаз. А первая называется графит по жидкий углерод. Значит, если вы идете вот по изоблари, значит, при невысоком давлении, то вы с удовлением любите графит. Если вы идете выше по давлению, то вы сначала попадете в область жидкой фазы, а потом вот эту жидкую фазу, на кривой, испарение, жидкой фазы испарение. То есть вот, собственно говоря, мы будем сравнивать вот эти две ситуации. Мы испаряем жидкость, либо мы испаряем твердое тело. Ну и вот, это вот работа 2004 года, где мы получили полуплавления, термометрия бесконтактная. Тут был очень хитрый прием, я об этом не буду говорить. И вот такую поверхность, значит, которая сразу нам говорит, что есть некий термодиформационный рельеф, и есть некие непонятные, так сказать, всученные области, или всучающие области, с которыми дальше подробно разбираться. Ну вот, давление термой точки. Вот смотрите, вот это 105 атмосфер. Поверхность немножко ожила, но ничего нет. Вот, значит, вы на этом термом реформационный рельеф, который образуется в твердой жидкой фазе, возникает при давлении 112, значит, возникают некие, так сказать, по границам вот этих дефектов, возникают некие жидкие, затвердевшие, это уже результат, естественно, не в процессе, а в затвердевании. И потом, когда давление 116, и как бы он ни с какой бы энергетикой, в какой бы последовательности мы не проходили вот эти вот давления, будет все время одна и та же картинка. Когда давление 107 атмосфера появляется в признаке жидкой фазы. Ну и вот термо-инферакционные рельефы, я их классифицировал, с этого вот такого рода, мы, так сказать, действительно, набор удаляет, что нам говорит, что в процессе, вот, так сказать, лазерного инфекса, значит, там есть значительные механические напряжения. Ну и вот, собственно, эти вот, так сказать, спущенные области, они представляют, на самом деле, эфициальные, так сказать, суховники. Вот, в физике рельефовских кристаллов там известна такая вещь, рельефиналь, которая образуется на винтовой дислокации, значит, в этой, получается, критический зародыш, он дорастает до определенного и разворачивается, таким образом он звучит спираль. Такие спирали их находили в природе, вот там написано «Рокован» в 2003 год, это природный, такой совершенный кристалл, значит, графита рельефинальный, и вот такой, так сказать, у нас. Вот у него есть вот некий центр, из которого все это, на самом деле, такая ось, трука, вот, из которого все это растет. Ну и, собственно говоря, вот зарождение, он такой рост, он практически безбориен, потому что, значит, у вас есть вот эта незарастающая ступень в винтовой дислокации, которая, так сказать, в которой присоединяются атомы и жидкости рельефа, и в отличие от послойного роста, когда вот некая задержка, некое нам нужно переохлаждение, тут переохлаждение практически не нужно. И, значит, скорость выше, и, собственно говоря, это самый такой безбарьерный рост. Ну, мы стали разбираться, значит, атомы с лавой микроскопией, он показал, что поверхность вот этих террас, значит, о которых я говорю, она достаточно совершенна. Единственное, вот эти вот островки, это, значит, уже собираются атомы, готовясь к послойному росту, да, вот ограненные такие получаются ступени, это скорее они движутся, и вот растет такая цена. Если мы давление, это вот практически троих троих точек, если мы давление, так сказать, повысим, вот тут такие вспухшие сирены, так сказать, наблюдаются, это тоже подготовка уже к послойному росту, когда у вас очень много, так сказать, вот этого строительного вещества, и вблизи из троих троих точек равновесие. Вот это удивительно, то есть, значит, с поверхностью ничего нельзя сделать при давлении с атмосферы, она не сублимирует. То есть, вот, если хотите что-то отжечь, вот, на мой взгляд, надо сжигать именно условия близких к троих точке, даже по углу. Ну, значит, Раман нам показал достаточно совершенный, с шириной 40 сантиметров, график, ну, это интегральная, так сказать, картина. И, значит, вот, если повышать давление, значит, на отройной точке, то мы переходим от, вот, этих лиценарий, мы переходим к послойному росту, и потом даже к образованию антивидных кристаллов, но таких, не как у георгизов, которые стоят, как-то, особенно подложки, а которые лежат, так сказать, то есть, на поверхности некие протоберансы, вот, так сказать, вот, это уже приводит к усыке давления. Потом, так сказать, ну, это все интересное происходит именно в близи к троих точке, потом уже уже, так сказать, жидкость, и не так все интересно. Значит, вот послойный рост, он тоже, значит, приводит к радонно-гладкой поверхности, нам даже удалось определить угол методом сидящей капли, определить угол высмачивания жидким углеродом, вот, как смотри в профиль такой частицы, значит, угол высмачивания жидким углеродом графита, он получился на уровне того, что известно для аналогов Германии и Кремни, аналогов углерода, где-то на уровне 20 градусов. Значит, ну, и вот, такие вот интересные структуры, значит, когда у вас как-то называется дешеволом на элементарном ступени, это вот такая структура, у которой, значит, вот, 4 нанометра вся она, по высоте, а ступенька у нее, значит, 0,69 нанометра, а терраса 17-25 нанометров, вот разные, так сказать, манипликации, они распределяются вот от некоторой точки, и они сработают детерминированным размером критического здоровья, они туда поддаются к расчету. Там есть некая формула, что, ну, я потом это покажу. Вот, и... Ну, вот теперь вот этот вопрос, а что же происходит, если давление ниже охранной точки? Вот если давление ниже охранной точки, то мы имеем твердый, значит, расставый фронт, вот смотрите, вот профиль, а вот профиль, когда, значит, мы, так сказать, жидкостью делали милля, то есть явная, так сказать, застывшая капля на рассовой ступени, и это капля не здесь. То есть и вся терраса покрыта вторичными традиционами, значит, что происходит? И вот это изменение от такого, вот от такого, механизма от такого происходит тоже, когда давление ниже охранной точки со всеми атмосферты. Значит, что... Вот Червов в 80-м году предложил такую надвечь, что если у вас, значит, на расставу ступень попадает твердая частица, она обрастает, дает не смыкание атом на слое. Вот за счет этого возникает дислокация, и, собственно говоря, вот такой вот механизм в случае, когда ступень твердая, мы так считаем, определяет вот этот принципиациональный рост. Единственное, я хотел сказать, что вот эта структура реценальная, да, строго-летерминированная, оказывается очень активной, и, так сказать, возможно, она может найти в ремене, там, катались, или... вот, я не специалист, не знаю. Вот, значит, мы видели, она всегда была залита грязь, то есть все остальное вот одно из вам микроскопа нормально прописывал, а вот ступеньки там практически, так сказать, нормально прописывать не удавалось на пешевомах. Вот, определить высоту этой ступеньки, она была видна, так сказать, но высоту его определить очень другое. Ну, и, собственно говоря, что мы здесь еще сделали, мы определили поверхностную энергию, значит, раз у нас есть замечательная формула связи, так, ну, значит, этот механизм определяет с поверхностной энергией. Вот, есть, значит, связь между размером террасы и поверхностной энергией. Вот, как разовы, что поверхностная энергия в случае прожигаемых механизм прожигаемых кресталл один наометр, в случае парок кресталл два. То есть, а вот рука ована при ровном кристалле, она, так сказать, величина здесь. Значит, то есть вот на границе между, ну, понятно, что на границе более похоже на твердую, ну, как это все называют сконденсированный пас, чем пар на границе, на границе, на границе. И поэтому поверхностная энергия в этом случае она будет меньше, а в этом случае больше. Вот эта разница оказалась, ну, как бы, достаточно точно по мере, она нас составляет полорать. Ну, и вот второй эксперимент, который мы сделали, мы, значит, ну, решили, что такое практически интересное тоже посмотреть, взяли, насыпали аморфный бор гратитом, рассмешали, холк тоже это самое, располагли, и вот его на сервизе диалмаз нанесли и испарили, получили такую интересную картину, что на гладкой грани, значит, великое растекание было, вот этого, так сказать, жидкого раствора, а на широковатой грани получили такие замечательные в кровеносных сосудах которые казались графитом, даже графем где-то, но, в общем, вот этот шарик, он такой, он, так сказать, не был неусловчив, он все время был разным, то есть, вот здесь что-то вылетает в середине, значит, здесь вот какая-то дыра, так сказать, вот, еще мы обратили внимание, что вот здесь есть некое основание, основание есть в каждом таком шарике, вот, мы разбирали, разрезали его методом клип, Василий это сделал, вот, и мы увидели, что вот в основании есть некая пена, ну вот она, эта пена, вот это приготовлено для просвещивающей микроскопии, вот, ну и мы вспомнили, что вот просвещивающейся замечательной структурой, вот на таких структурах, на таких структурах, водичка, она, так сказать, это супер-гидрофонная структура, водичка, на них, значит, собирается в капель, ну и вот, примерно так же мы себе представили, что вот на жарковатом алмазе, значит, он обладает колоссальной теплопроводностью, выше, медной, в три раза, в пять раз, вот, и там, значит, конденсировалась популярная такая конденсация вот такой пеной, и, собственно, дальнейшее саждение из жидкости, оно ведет, так сказать, на эту самую супер-гидрофонную подушку. Ну вот, там собирались бор, не бор, значит, вот это пение, ну и вот увидели, что там, так сказать, вот эти альмены господина кузнецова в большом количестве присутствует, значит, вот такая вот пена вот они ионы, действительно, нано-бимны. Вот, ну вот тут вилс, все дела, значит, показывают, что это очень графит, а, значит, серединка, она была такой интересной, то есть были такие раменные поры, были изотропные некие кристаллы, были такие условистые, ну, ясно, что это был открыт графит, но надо было это подтвердить, вот, ну, и оказалось, что вот эта сетка, она, значит, образована из графита, и, значит, вот графит сгибает, может сгибаться, так сказать, разрезаться, как вот здесь, вот тут, а вот это вот карбидбор, вот его, так сказать, рефлексы, а это вот собственно дуги, дуги, значит, графитовые. Ну и собственно тут вот шли карбидборы, ну вот, такая совершенно замечательная структура, тут пока нам будет здесь сейчас разное расстояние не удается, может быть, это новый фаз. В принципе, этот метод может быть для получения каких-то твердых материалов, особенно вот учитывая вот эту арбузьку, значит, которую мы видим, здесь кровеносцентр слою. Ну и собственно говоря, вывод заключается в следующем, что реализован ролл с градией, это послойные элементарные дисклокации, но когда мы это делаем выше, в крайней точке мы всегда получаем широкую карбину в старой ступеньке и мы получаем адамс в адрес нашей церкви. Когда в старой ступенька твердая, значит, она встречается с пенсием, а принцесс она, конечно, какие, это конденсат, который конденсировался в паре высокой давлении и прилетелся к ступеньке, а не понятно, что у нас такое есть. Тогда возникают вторичные элементовые дислокации, наверное, это действительно поверхность которая владает какой-то атлетической активностью, это движение атомно-гладкое, и повышена эта структура жилом в элементарном сведении с высотой 0,69, не ошибаюсь, то есть я хотел бы тоже обратить ваше внимание и, так сказать, с такой малой величиной полки, которая там в 10 раз меньше, чем в акрилонных алмазах, я в литературе таких не встречал. Определение поверхностной энергии, что она в два раза жидкость графит меньше, жидкость пар, что тоже, наверное, достаточно интересно для тех, кто растит, потому что это определяется размером критического зародыша. Ну и консенсация порога углерода нам дала ревитирующую поверхность алмаза каплю, что тоже, так сказать, достаточно интересный эффект. Объяснили ревитацию с получения вот этой суперфилерополной посудки, которая не только как раз для воды работает, а даже к углероду. И, заметьте, с алмазом ничего при этом не происходит. мы, собственно говоря, вот как особо думаю, что мы, обращаясь к людям, которые знают, что с ним дальше делать, сотрудничать, наверное, это ну, так сказать, не какой-то новый технологический путь, наверное, можно получать сходу получение, наверное, можно получать какие-то соединения, которые, так сказать, не идут другими путями. Ну, тут я, так сказать, не химик, не специалист, поэтому я вас призываю тоже смотрите немножко поздумать, что-то такое значит, можно сделать, когда у вас есть жидкий обычный ситуация, у вас есть катализатор, и вы в нем распространяете немножко углерод. А здесь другая ситуация, у вас есть жидкий углерод, и вы в нем можете немножко еще немного распространять. Спасибо за внимание.